Более подробно о политическом кризисе Великобритании и его влиянии на мировой политический расклад поговорим с политическим экспертом Александром Фленьки. Здравствуйте. Добрый день. Итак, Борис Джонсон ушел с поста лидера консервативной партии. Это равно отставке с поста премьер-министра. Почему так? Поясните для наших зрителей тонкости британского политического процесса. Политическая система Великобритании достаточно специфична, коренным образом отличается от того, к чему привыкли мы. И там, по сути, не только политические процессы, но и процессы правительственные, процессы формирования правительства и его отставки являются в первую очередь внутрипартийными процессами, скорее, нежели парламентскими. То есть, та партия, будь то консерватор или лейборист, который обладает большинством, дальше уже отставка. То есть, упрощенно говоря, человек не может быть премьер-министром Великобритании, не являясь лидером партии. Эти две должности, они идут в одном пакете, так сказать. Потеряв лидерство в партии, потеряв поддержку своей партии, Борис Джонсон, очевидным образом, перестает быть и премьер-министром. Череда скандалов вокруг Джонсона, включая последний, с назначением Криса Пинчера, обвиненного в домогательствах. Это повод или реальная причина отставки? Ну, реальных причин и поводов, на самом деле, исходя из политической культуры Великобритании, их политических традиций, на самом деле, было уже много. Борис Джонсон достаточно нехарактерный политик для Великобритании. И любой другой на его месте, без преувеличения, любой другой, пожалуй, подал бы в отставку, если не в прошлом месяце, но, скорее всего, даже еще в прошлом году. Потому что при первых же сомнениях в том, что тот или иной премьер пользуется полной и безусловной поддержкой своей партии, и, как правило, Великобритании подают в отставку. Но не таков Борис Джонсон. Это не системный лидер, который показал, что политика Великобритании может делаться несколько иначе. И это такой был... А может быть, еще продолжает оставаться инфантерибль британской политики. А вот если бы не скандалы, Джонсон остался бы, или британцы недовольны правлением Тори, и поэтому партия хочет сменить лидера? Борис Джонсон до последнего цеплялся за эту должность. Еще в начале недели говорил о том, что причин для отставки нет, у него есть незаконченные дела, и он будет продолжать работать. Поэтому со всей очевидностью, думаю, можно говорить, что если бы не последовавшая череда отставок членов его собственного кабинета, в том числе в течение 24 часов после назначения, но это был беспрецедентный кризис, думаю, можно говорить уже о его преодолении. Да, Джонсон объявил, что останется премьером до осени, пока консервативная партия не выберет нового лидера. Насколько весомы будут его решения в это время? Ведь понятно, он уже фактически в отставке. Он уже в отставке, он продолжает оставаться исполняющим обязанности премьер-министра, назначит временный кабинет на время формирования нового. Нужно поймать, что принятые те политические решения, которые были, и управленческие решения, которые были приняты, они, в принципе, остаются все в силе. Этот временный переходный кабинет будет продолжать работать над тем же. Ну и независимо даже от этого, в принципе, все наблюдатели сходятся в том, что независимо от того, кто будет его преемником, каков будет состав нового кабинета, принципиальным образом политика Великобритании по отношению к этой войне, по отношению к Украине, по отношению к России и вообще к мировой повестке не поменяется. Не поменяется. Голосование по вотому недоверия в июне показало, что торием разделились на противников и сторонников Джонсона. Как думаете, это разделение на два лагеря останется? И как это скажется на предстоящих выборах нового лидера партии? У какого лагеря больше шансов на победу? Ну, тут уместно говорить, вы сами сказали о том, что лагерь сторонников Джонсона и его противников с уходом Джонсона с поста лидера партии, это разделение также, да по сути, оно уже преодолено. А вот о преемниках тут все пока туманно, но некоторые имена уже звучат. В частности, ставки делают на министра обороны Бена Олеса. Но в списке есть и другие имена. Кто, на ваш взгляд, имеет больше шансов? Не столь важно даже это. Самое важное тут, и нужно четко это понимать, что независимо от того, кто будет следующим примером, главой британского кабинета, затмить Бориса Джонсона с наибольшей вероятностью не получится. Борис Джонсон, очевидно, уже вписал себя в историю Великобритании, как один из самых неординарных британских примеров, пожалуй, после Черчилля и Маргарет Тэтчер. Абсолютно несистемный лидер. Абсолютно несистемный лидер. Он все делал наоборот, он все делал не так, как это принято делать в Великобритании. Несмотря на это, он смог довести до ума Брекзит, который в какой-то момент стал просто такой позорной страницей в истории Великобритании, все эти метания. Он довел это до ума, завершил этот процесс. Он вывел Великобританию из пандемического кризиса, и он, по сути, после начала войны вывел Британию в лидера мировой политики. И тут со всей очевидностью его политическая карьера демонстрирует такой факт, что несистемные лидеры, которые приходятся к месту в кризисные времена, принимают неординарные решения, идут наперекор всему. В какой-то момент политический эстеблишмент выдавливает их из политики, потому что у политической системы есть некий запас прочности. И либо несистемные лидеры ломают эту систему, но таких примеров очень мало, их сложно вспомнить. И они приводят, как правило, к диктатуре. Но чаще всего система вытесняет таких лидеров и возвращает себе политическое равновесие. А вот скажите, вот эта вот нелюбовь России к Джонсону, как вы, как аналитический... Это личные обиды, они сквозят буквально в высказываниях Лаврова и Путина. А на чем они основываются? Чем так обидел? Бескомпромиссной позицией. Ну, и я не могу не согласиться с господином подалеком, но история взаимоотношений Лондона и Москвы, это история постоянного соперничества и конкуренции. Можно вспомнить лишь два исключения. И каждый раз это были военные союзы против Наполеона, против Гитлера. А сейчас в этой войне, со всей очевидностью, Москва и Лондон оказались по разные стороны. В разных траншеях, так сказать. А если преемником все же станет Уоллес, это хорошая новость для Украины? Для Украины тут, как вам сказать, новости идут с линии фронта и в первую очередь. И новости идут с фронтов гибридной военно-энергетической войны. Мне кажется, для Украины тут новостей каких-то возможных неприятных сюрпризов не будет. А вот как вы считаете, политическая карьера Бориса Джонсона завершается? Или он может остаться в политике? И что важнее, останется ли он сильным игроком в урегулировании кризиса, связанного с войной в Украине? Это же Борис Джонсон. Здесь невозможно предсказать. Он всегда оказывался мастером непредсказуемых маневров. И я бы ожидал... То есть, со всей очевидностью, его политические амбиции не были удовлетворены. Это человек просто кипучей деятельности и большой энергии. Я бы ожидал, что он еще заявит о себе. Господин Фленке, большое спасибо за интервью.